С 20 августа на контрольно-пропускных пунктах Кыргызско-Казахской госкраницы возникли проблемы с пропуском грузовых фур. Возителям приходилось ожидать по несколько дней, поскольку за два часа через КПБ проходил всего лишь один грузовик. В результате образовалась очередь из 400 грузовиков. Узнав о проблеме, Евразийская экономическая комиссия сформировала выездную делегацию, которая должна была изучить ситуацию на границе для принятия решений по разрешению проблемы. Если раньше пропускали за час 10-15 машин, после 20 числа уже снизили до 2-3 машин в час. И после того, как информация вышла, что с Евразийской экономической комиссии приезжает делегация, комиссия, со вчерашнего дня мы наблюдаем, что немножко ситуация улучшается. И сейчас пропускают машины до 10 машин в час. Назарбек Малаев отметил, что пропускная способность на сегодняшний день увеличилась до 10 грузовиков в час. Но этого всё равно недостаточно, чтобы сократить очередь как можно быстрее. Заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Игорь Голубев также отметил, что ситуация улучшилась только благодаря приезду выездной делегации ЕЭК. С нашей стороны, с кыргызской стороны, в течение часа пропускалось до 15 грузовых транспортных средств. И как уже коллега отметил, с 20 числа у нас были временные показатели, где в течение дня казахстанская сторона пропускала не более 20 грузовых транспортных средств в течение дня. И как коллега отметила, в течение 3-4 часов по непонятным причинам казахстанская сторона, можем сказать, что приостановила пропуск. И в течение 3-4 часов пропускали по 1-2 машины. С нашей стороны была в рабочем порядке организована рабочая встреча на линии госграницы. К сожалению, истинную причину мы не смогли получить. Казахстанская сторона сообщила, что их ведомства работают в штатном режиме. Причин, если нету, если казахская сторона во всех СМИ заявляет о том, что пост работает в штатном режиме, то мы так далеко не уйдем. У Кыргызстана сейчас самый пик сезона экспорта сельскохозяйственной продукции. И эти машины здесь простаивают. И вы должны понимать, что мы в едином таможенном союзе, и нам ставят вот такие барьеры. Это нельзя назвать дружеским отношением, это конкретные барьеры, с которыми надо бороться какими-то решениями ЕК. Мы надеемся, что этот раз вы увидите и дадите достойную оценку. Как сообщила член Евразийской экономической комиссии Татьяна Дубровская, свобода передвижения товаров является одним из ключевых аспектов евразийской экономической интеграции. Поэтому мониторинговая группа намерена искать пути разрешения данной проблемы и обсудит этот вопрос с казахстанской стороной. Естественно, мы отцениваем как негативную эту ситуацию, поскольку мы видим, какое огромное количество транспортных средств скопилось. Действительно, сейчас очень жарко, тяжело людям, портятся товары. Естественно, надо устранять эту ситуацию. Поэтому я говорю, что надо послушать казахстанскую сторону о том, что именно является причиной такого скопления. Ну и каким образом это можно быстрее урегулировать для того, чтобы киргизские товары следовали свободно. После осмотра очереди ИСФОР на территории Кыргызстана делегация приняла решение направиться через КПП на территорию Казахстана, чтобы получить комментарии от официальных представителей соседней страны. Но им было отказано в этом. К сожалению, мы не смогли пройти и взять пояснение со стороны казахстанской стороны. Но мы будем ждать, потому что официальное письмо было направлено вчера. Во вторник, 29 числа, будет совет юридической экономической комиссии на уровне вице-премьер-министров, где крыгызские вице-премьер-министры будут этот вопрос ставить и мониторинг-группа должна будет давать свою информацию. На сегодняшний день работает комиссия, Евразийская экономическая комиссия. Они своими глазами увидели всю картину. Я надеюсь, что дадут объективную оценку. И также мы очень надеемся, что с казахстанской стороной мы решим данный вопрос, не доводя до рассмотрения данного вопроса на других площадках, на международных площадках, как ГТО и ЕАЭС. Согласно данным Комитета национальной безопасности Казахстана, пункты пропуска на казахстанско-кыргызской границе функционируют в обычном режиме. Глава Министерства финансов Казахстана Ирулан Джамаубаев высказал предположение о возможной причине задержек фур на границе. Насколько я знаю, была операция по задержанию наркотических средств. Поэтому сейчас идёт тщательная проверка со стороны, скорее всего, пограничной службы и Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Глава Казахстана поручил правительству урегулировать ситуацию на казахско-кыргызской границе в духе партнёрства и братских отношений между странами. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера в социальных сетях. Касанджо Мартукаев отметил необходимость продолжения переговоров с кыргызской стороной по вопросу более активного внедрения цифровизации и автоматизации для предотвращения нелегальной перевозки товаров через границу. В сложившейся ситуации труднее всего приходится водителям. Они отмечают, что и раньше были такие случаи. В среднем дальнобойщикам приходится в обычном порядке ожидать сутки. Но в этот раз пришлось простаивать гораздо дольше. В прошлое воскресенье я приехал, 20-го числа. Вот до Судова доехал. Соляра, как она есть, закончились. Солярка уже, надеюсь, доеду до заправки, вот до казахстанских. А тут-то у нас заправка-то далековато. Развернуться от такой 40-тонной машины и разворачиваться как-то. Не это, до заправки, чтобы доехать. Вот я уже больше 10 лет работаю. Такие, как будто в Европу заезжаем. В этой длинной очереди из фур переводят разнообразные товары. От хозяйственных товаров и автомобилей до скоропортящихся продуктов. Водители осознают, что такой груз требует быстрой доставки. Поэтому они проявляют солидарность и пропускают такие грузовики вперед. Например, клубника, вот эти вот быстропорченные продукты, например, они без очереди, абсолютно без очереди заезжают. Мы их пропускаем. Мы их знаем, чтобы для них время, чтобы надо, повторяю, их отвезти. Мы их не держим. Они сами знают, все водители знают это все. Даже вот эти налоговики, таможды, все их не держат. Они нормально проходят. Вот по рацию они нам говорят, что у меня вот такой-то, такой-то груз. Все, без проблем, проезжай. Глава местных самоуправлений совместно с различными ведомствами помогает водителям легче пережить ожидания. Они организовали палаточные пункты помощи. Водителям раздают горячие блюда и холодные напитки. На этом КПП водители находятся уже третий день. По поручению полномочного представителя президента в Чуйской области для водителей были организованы палаточные пункты помощи. Здесь граждане могут получить медицинскую, психологическую, консультативную и иную помощь. Для этого созданы все необходимые условия. Кроме того, обеспечено горячее питание. Наши сотрудники дежурят круглосуточно у этих палаток. Они готовы предоставить различную помощь водителям. Им приходится оставаться в очереди, не покидая машины. Поэтому мы доставляем горячее питание и холодные напитки прямо им в машины. Подобные палатки установлены как на КПП Ахтилек, так и в Кенбулун. Стоит отметить, что некоторые граждане связывали сложившуюся ситуацию с прекращением подачи воды казахской стороне. Но, как отметил директор службы водных ресурсов Алмазбек Сокеев, у Казахстана нет претензий к нам. Если нет воды, то нам нечего перекрывать, отметил он. Уже с 5 августа там они свой весь лимит получили. Больше воды, у них лимит кончился, мы им воду уже не подавали. Это по их просьбе есть соответствующий протокол. Мы со своей стороны экономили воду и до сегодняшнего дня нашим фермерам воду мы подаем. Это решение казахской стороны, решение кыргызской стороны. Последний раз вчера у меня был телефонный разговор с нашими казахскими коллегами. Они еще раз подтвердили, что никаких проблем нету. Они согласны. Это была их просьба. То есть претензий к нашей стране у них нет. Средства массовой информации, то, что выкладывают, муссируются, это абсолютно неправильная информация, что мы перекрыли или не дали воду, потому что там, если воды нет, там нечего перекрывать. На фоне этого директор НИИ ирригации Улан Чертонбаев в социальной сети написал пост обращения. Он пояснил, что Кыргызстан, несмотря на маловодие, выполнил все обязательства перед соседней страной по подаче воды. Дорогие братья-казахи, вы не пропускаете наши машины через таможенные посты и заставляете их стоять в длинных очередях на ваших пограничных постах. Вы объясняете это тем, что мы перестали подавать вам воду. С весны мы непрерывно подавали воду из Кировского и Ордотокойского водохранилищ. Даже если у нас не оставалось воды, мы полностью исполнили наши обязательства в рамках соглашений и протоколов между двумя странами. Как видите, это первый спутниковый снимок Кировского водохранилища весной, когда оно было наполнено водой. Второе фото – сегодняшнее состояние. Воды нет. Что мы можем дать вам, если нет воды? Не думайте, что мы намеренно не даем воду, имея ее. Сейчас 21 век. Все можно увидеть через спутник. В оставшейся воде водохранилища есть рыба. Если спустим эту воду, вся рыба умрет. В конце концов, и у рыбы есть право на жизнь. При этом стоит отметить, что в Ордотокойском водохранилище за последние 10 лет была зафиксирована самая низкая водность. На 1 августа поступило 230 миллионов кубов воды, 654 миллиона из которых поступили местным фермерам. Водность была очень низкая. В мае было в 4 раза меньше, чем от нормы. Например, по реке Аламидин, если порядка 20 кубов у нас поступает, то в этом году не превышало и 5 кубов. Поэтому нагрузка была на Ордотокойское водохранилище. В начале июня водность увеличилась, нагрузку на Ордотокой мы уменьшили, но после 20-х чисел у нас опять похолодало, водность уменьшилась, мы увеличили нагрузку на Ордотокой, и до конца сезона мы срабатывали. В начале августа мы ее сработали, на сегодняшний день порядка 30 кубов у нас поступает, эту воду мы отпускаем нашим фермерам. На сегодняшний день порядка 40 кубов есть у нас по реке Чу, и в Казахстане мы отпускаем около 6,5-7 кубов. Это по ГМК, а всего больше 9 кубов они получают. То есть 20% мы выдерживаем. Эксперты отмечают, что климатические изменения напрямую влияют на сложившуюся ситуацию с водой в нашей стране. Так, Джумакадерл Храмолдоев отметил, что средняя температура в стране поднимается, и по прогнозам специалистов, в будущем нехватка воды будет ощущаться все сильнее. У нас температура за последние измерения, за годы измерений составила плюс 1,64 градуса. Это очень много, это очень много. И одно поймите, что вот этот 0 градусов, он поднимается на каждые 0,6 градусов 100 метров. Есть такой градиент. Надо готовиться к тому, что да, у нас все-таки не ежегодно, не ежегодно, а из года в год будет ощущаться вот этот дефицит воды. Наша страна является единственной в Центральной Азии, которая формирует водные запасы внутри страны. Используя только пятую часть своих запасов, другие отправляет в Казахстан и Узбекистан. Сымах Мусаев, Руслан Бараненко, ЛДР. Итоги недели. Руслан Бараненко, ЛДР.